Здравствуйте! Я рада приветствовать вас в Доме Знаний. Сегодня мы продолжаем знакомство с самым народным инструментом – с гитарой. Мы узнаем, что такое авторская, то есть бардовская песня. Мы знаем, что гитара появилась в XVI веке в Испании. Но у многих народов есть предшественники гитары. Давайте познакомимся с ними. Хотя мы с вами уже знакомились с этими инструментами во время просмотра уроков на платформе Дома Знаний, но сегодня мы повторим немножко эту тему. Итак, первый музыкальный инструмент – это лира. Это струнный музыкальный инструмент. Мы знаем, что на нём играли боги Древней Греции. Дальше у нас идёт арфа. Это музыкальный инструмент, и сегодня его можно услышать в концертном зале. Считается, что арфу изобрели в Египте. На арфе традиционно играют женщины. Гусли – старинный русский музыкальный инструмент. На нём играли певцы-сказители. И, наконец, самый близкий предок гитары – это лютня. Создали её в Европе приблизительно в XV веке. Художники очень часто изображали на своих картинах этот музыкальный инструмент. Естественно, на нём играли с щипками. Звуки извлекали с помощью щипков. И поэтому эти инструменты назывались щипковыми. На гитаре можно сыграть любую простую народную песню, лирический романс, музыку баха, и даже джазовые импровизации, танцевальные мелодии. В наше время звучание гитары тесно связан с жанром авторской песни. Жанр авторской песни имеет и другие названия, такие как любительская песня, туристская песня, самодеятельная или бардовская. В таких песнях поэт, композитор и гитара ведут со слушателями разговор по душам. Сегодня мы с вами познакомимся с авторской песней и её исполнителями. Таких исполнителей называют бардами. Слово «бард» от кельтского «певец» или «поэт». Как правило, одиночный исполнитель песен собственного сочинения. Мы говорим «бардовская песня» или «авторская песня». Что же такое авторская песня? Автор стихов и музыки является её непременным исполнителем. Авторскую песню очень долго запрещали, обвиняли в непрофессионализме. Но эти песни быстро распространились, потому что в них авторы пишут о том, что их волнуют о смысле жизни. В России ежегодно проходит фестиваль авторской песни, которая называется «Грушевским» в честь барда Валерия Грушина. С историей этого события, этого фестиваля связано печальное событие. В 1967 году Валерий Грушин с друзьями ушёл в водный поход на «Байдарках». На водном маршруте он заметил в ледяной воде барахтающихся детей. Перевернулась моторная лодка. Валерий бросился в воду их спасать, но сам выплыть не смог. Смерть его потрясла. Весь институт, в котором он учился, это был Куйбышевский авиационный институт. Валерий был душой компании, пел песни под гитару, сам сочинял их. Чтобы сохранить память о нём, в 1968 году друзья организовали фестиваль авторской песни. Он носит имя Валерия Грушина. Ежегодно приезжают туда со всей России люди и привозят свои песни. Авторская песня должна идти от самого сердца, от сердца к сердцу. Даже инструмента достаточно одного – это гитара. Не обязательно быть профессиональным музыкантом или поэтом, чтобы сочинять такие песни. Ведь зачастую авторы-исполнители таких песен не имели музыкального образования. Но нужно уметь так передать свои мысли и чувства, свои размышления, чтобы они были понятны окружающим. Необходимо заметить, что истоки её истории необходимо искать по всему миру в глубине древних веков. Ещё до н.э. на территории некоторых стран Европы проживали племена кельтов, бережными хранителями национальных традиций которых являлись мудрые певцы, поэты, которые и именовались бардами. Почитавшиеся глашатаями истины, они воспевали мир и любовь к добродетели, а также вдохновляли воителей на славные подвиги во имя своего народа. Позднее, во времена Средневековья, значение слова «бард» заметно изменилось. В ту пору на британских островах так называли странствующих поэтов-музыкантов, которые, подобно французским трубадурам и немецким, воспевали любовь к прекрасной даме и героические подвиги доблестных рыцарей. Такие поющие поэты встречались во многих странах, только везде их называли по-разному. В Скандинавии – скальдами, на Украине – кавзарями, в Средней Азии – акынами, в Закавказье – ашугами, а на Руси – баянами, гуслерами или певцами-сказителями. Стоит также заметить, что с XV века по русской земле, развлекая народ, путешествовали скоморохи. Они не только веселили жителей городов и деревень, но и частенько в своих потешных представлениях, сопровождаемых песнями, высмеивали светскую церковную власть, за что впоследствии поплатились и попали в опалу. В XVII веке этих веселых людей стали ссылать в Сибирь и даже казнить, а их музыкальные инструменты безжалостно уничтожать. Из всего вышесказанного следует, что поющая поэзия, как во всем мире, так и в России, имеет многовековую историю и прошла весьма непростой путь. В нашем Отечестве она начала возрождаться лишь во второй половине XIX века, когда в российских городах на почве процветающей там определенной субкультуры единовременно классически стал и развиваться и городской романс. Люди разных профессий пишут свои песни. Почему? Что заставляет их это делать? Каждый автор пишет о том, что его волнует, что он видит и понимает мир. Как он видит и понимает мир? Поэт размышляет о добре и зле, о смысле жизни, рассказывает о человеческих чувствах. Концерт любого барда – это не развлекательное шоу, это всегда душевный и искренний разговор. Поэта – со слушателем, композитора – со слушателем. Авторы-исполнители хотят, чтобы мы увидели их мир их глазами, поняли, как этот мир несовершенен, в суете, в спешке, осознали себя в этом мире и постарались чуточку изменить этот мир для самих себя. Мы с вами познакомимся с их творчеством. Знакомьтесь, это Булата Куджава, композитор, певец-исполнитель. Его знаменитая песня «Нам нужна одна победа». Эта песня написана этим поэтом в 1970 году для фильма «Белорусский вокзал». Наполнена она глубоким смыслом и пронизана патриотизмом. Композиция посвящена героическому подвигу советских солдат, которые были готовы на любые жертвы, лишь бы победить в ужасной войне, в этой великой, ужасной бойне Великой Отечественной войны. В тексте песни автор, не скупясь на эпитеты и метафоры, эмоционально повествует о той высокой цене, заплаченной нашим народом в той страшной войне. Давайте послушаем один куплет. Здесь птицы не поют, Деревья не растут, И только мы плечом к плечу врастаем землю. Горит им ужаса планета Над нашей Родиной и дым. И значит, нам нужна одна победа, Одна на всех мы за ценой не постоим, Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, И все вессилено. Другой композитор – это Владимир Высоцкий. Песня о друге. Вот эта композиция была создана Владимиром Высоцким в 1966 году, Специально для фильма «Вертикаль», Под впечатлением от проникновенного рассказа альпиниста-инструктора. Песня поистине приобрела всенародную популярность, Так как покоряла слушателей затронутыми темами, Романтикой гор, Испытанием на прочность и мужской дружбой. Давайте послушаем фрагмент этой песни. Если друг оказался вдруг, И не друг, и не враг, а так, Если сразу не разберешь, Плох он или хорош, Парня в горы тяни, рискни, Не бросай одного в его, Пусть он в связке в одной с тобой, Там поймешь, кто такой. Еще один автор и исполнитель своих песен – это Юрий Висбор. Его знаменитая песня «Милая моя, солнышко лесное». Эту замечательную композицию он написал в 1972 году Во время пребывания на знаменитом Грушинском фестивале Самодеятельной авторской песни. Однако сам поэт не ожидал, Что работа над этой песней будет вызывать затруднения И продлится почти целый год. Тем не менее, она была представлена На очередном слете туристов И сразу завоевала невероятную популярность. Давайте мы послушаем фрагмент этой песни. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. ПЕСНЯ 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 Милая моя, солнышко лесное, Где, в каких краях, встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное. Где, в каких краях, встретишься со мною. Итак, мы с вами послушали несколько песен авторов-исполнителей. Вот еще один исполнитель – это Олег Митяев. У него есть такая песня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Давайте мы буквально кусочек, фрагмент послушаем. Изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую ввысь. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вот это был фрагмент именно с Грушинского фестиваля. Вы видели, сколько было там народу. Все они подпевали. Эта песня очень популярна. Мы сегодня с вами познакомились с жанром бардовской песни. И авторы-исполнители своих песен часто поют о том, что волнует простых людей. О любви, о счастье, о жизни, о дружбе. Мелодии очень простые и доступные. И такие песни поются в компании, за столом с друзьями, на отдыхе, на природе. Мы сегодня познакомились с этим жанром. Важно, чтобы вы не только без разбора слушали то, что сейчас модно, но и понимали серьезность музыки. Я очень надеюсь, что наш сегодняшний вебинар вам этом поможет. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Встретимся в Доме Знаний. До свидания.